На связи Меми Межейки. В общем, это... Нашёл холодильник по хорошей цене. Решил слетать, пока машину не отдал на переварку. Рискованно. Я надеюсь, что доеду нормально. Вот достал сидение переднее, чтобы легче это... Ну, холодильник там 2 метра будет. Чтобы можно было его засунуть и закрыть багажник. Вот, подготавливаем так. Ну, колёса... Колёса, короче, это... Это было... Отошло, да. Так второе... Тоже отошло. Это было нормально стояло. Это отошло... Ну, наверное, меньше, чем то. Но уже, считай, одинаково стоят. Так что... Уже ровнее ехать будет. Ха-ха-ха. Вот, отправляюсь. Цена холодильника... Я там сказал, не сказал, не помню. Короче, 250 рублей. Это... Чтоб всем понятно было. Где-то около... Сколько? 80? Ну, чуть-чуть больше 80 долларов. Вот. На сегодняшний день по курсу, если считать. За такие деньги, я думаю, это вообще отличный вариант. Потому что в Минске, я такие смотрел, они в раза два-три дороже обходятся. Вот. Так. Ну что, всё. Давайте сейчас это... Упакуюсь и поеду. Ха-ха-ха. Ю-ху! Во, привёз холодильник. Доехал. Нормально всё. Даже колёса, они сдвинулись больше. Всё в парадке. Вот. 200... Почти 240 километров получилось. Дороги. Вот он, красавец. Двухметровый. Лёг спокойно в эту машину. Вот. Состояние отличное. Несмотря на то, что он 2008 года. Фу, какая мощь. Даже снизу радиатор есть. Вообще офигеть. Там на всю стену. Я думаю, что ещё и сверху там, наверное, есть. Потому что сверху ж какая-то надставка. Что там внутри. Не лучше, что там пусто. Смотрите, сколько ещё тут места. Ой, пальцем закрыл. Вот. Тут ещё влезло. Полметра бы, блин. Хе-хе. Вот. Это... Сидушки подложил задние. Сюда вот, чтобы холодильник не провисал. А, блин, тут надо раскручивать, смотреть, что там внутри. Не видно так. Сейчас загляну. Там, может, какой-то блоки управления стоят. Фиг его знает. О. Привёз. Теперь можно спокойно машину в ремонт отдавать. Вот и подключил холодильник. Уже работает. Вот она. На одну палку 9 банок молока влазит. Вообще супер, обалдеть. Только напрягает, что на двери нет этих кармашков, как в обычном холодильнике. Вот. Вот она. Тут вот. Заклеили. Видно, что в Балтика семёрка был холодильник этот. Заклеили какими-то обоями, а они, он, просвечивает немножко. Ну-ка, правда, при трохе уже обрезала эта наклейка. Может, её надо будет со временем снять, да, закрасить с чем или что. Для красоты. Эта штука тут, конечно, ненужная. Лишняя приставка. Вот. Управление. Лампочек нету ни там, ни тут. Ну, она, в принципе, и не надо. Двёт стеклянная, всё и так видно. Это как это, есть реклама модного холодильника какого-то. Там стукаешь, и видно, что в холодильнике. А у меня даже стукать не надо. Сразу видно, что в холодильнике. Поставил на максимум. Вот. Охлаждают где-то до минус одного, когда работает компрессор. А компрессор отключается, работает только вентилятор, гоняет воздух по кругу. Вот. И пока он гоняет, температура вырастает где-то до плюс шести. Потом опять компрессор включается. Вот так я хочу померить эту температуру молока. Сколько будет это интересно ради интереса. Какая температура средняя получится. Вот. В таком холодильнике можно даже будет и сыр с плесенью попробовать сделать белый. Поставить сюда контейнер какой. А то у меня негде его вызревать. Ему надо меньшая температура, чем для обычных сыров. Сейчас возьму молоко, померяем температуру. Посмотрим, что. Ну так вроде работает. Всё супер. Посмотрите, какое состояние. Полки вот это всё как новое. Жалко, что это. Полки всего три. Четвёртой нету. А мне вообще б хорошо было б, если полок пять было б. Надо что-то думать. Ещё сделать. Вот. Я уже, наверное, говорил или не говорил. Холодильник там вот. По табличке видно там. 2008 года это. Вот. Ну состояние такое вообще офигеть просто. Я бы сказал бы идеальное. Мой термометр кухонный что-то заглючил тот. Нормальный который. Но есть вот такой вот. Этот показывает 5,3 градуса. Ну я думал, что результат лучше будет. Но я банку взял, когда на обычном градуснике показывал 6 градусов. Вот. Ну видимо он не успевает молоко охладиться до нужной температуры. Надо будет попробовать потом ещё замерить, когда будет в холодильнике минус показывать. Вот что тогда покажет. Неужто так быстро температура меняется? Ну банка на ощупь такая довольно холодная. Нет. Ладно, подождём. Достанем потом дуевую банку при минус 1, что покажет внутри молоко. Замерил, когда это в холодильнике минус 1 показывает. Но сейчас 4,6. Наверное уже чуть-чуть молоко подогрелось. Потому что 4,3 показывает. Но всё равно, как-то это маловато. А вот, 4,5. Ну я думал, что будет больше охлаждать, если честно. Ну мне кажется, что как-то быстро эта температура нагревается в холодильнике. Вот компрессором охладил до минус 1, там буквально 5 минут может и уже плюс 6. Может из-за того, что этим вентилятором воздух гоняет. Поэтому быстрее температура набирается. Вот, не знаю. Ну посмотрим, как такое молоко будет храниться. Вот специально оставлю. Посмотреть сколько. Я-то в том холодильнике это... Ну, не проверял их, насколько охлаждалось. Ну судя по банке, так банка такая довольно холодная. Ну, холодильник, конечно, гудит. Мало того, что компрессор... Ну, компрессор не сильно гудит, но... Потом ещё вентилятор работает постоянно. А вот вентилятор, его тоже слышно. Может надо смазывать ещё дополнительно. Разбирать. Интересно, решил посмотреть, что в этой части вверху. Тут вот спереди сделано под лампы. Вот, чтоб светилось для рекламы. А тут вот крышечку. Вот я открутил, посмотреть, что там. А там просто пусто. Вот так вот. Зачем уже делать тогда? Сделали просто такую наставочку для освещения, для рекламы, если надо уже. Вот так вот. Столько железа запотрачено. А, тут, наверное... Нет, решётка сзади тоже не до сюда. Просто... Прикол. Это ж, наверное, жесть или это не ржавейка, интересно. Какие тут материалы используются. Максимум 15 ватт лампу. А это блок... Подожди. Тут вот, я нашёл. Там стоят два блока для управления лампами. А вот это тогда, что за блоки? Это, наверное, может для управления этим. Куда это всё пошло? Может, это для управления холодильником тут стоят? Непонятно. Вот. Но регулировок тут дополнительно на них никаких не вижу. Чтоб отрегулировать можно было температуру, например. Чтоб отключалось, например, не при плюс 6, а плюс там 4, например. Ничего такого не нашёл. Это если только самому потом переделывать. Ну да. Так получается. Ладно. Ну вот такой вот холодильник, в общем, купил. Всем, кто досмотрел до конца, спасибо. Вот. Кто не подписан на канал, подписывайтесь. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok